Первая жертва была первого числа. В подъезде он ударил ее по голове и отбил ее. Поселок ВСО – спальный район. Объяснять, кто на этой фотографии здесь не приходится. Люди сами рассказывают о нападениях. Сценарий один и тот же. Неизвестный подходит сзади и бьет жертву по голове и рукам. Маньяк с молотком держит в страхе всю округу. Культура звезда, вот на вход двухэтажка стоит. Там смотрели по камерам его фотографии. Есть там, да, он туда заходил? Он туда не заходил, милиция приезжала, смотрела его фотографии. Новость о том, что в районе ВСО орудует неизвестный, появилась в соцсетях. Маньяк с молотком так окрестили его интернет-пользователя. Многие к появлению одержимого отнеслись с юмором. Когда поиски маньяка с молотком подтвердили полицейские, шутить пользователя перестали. Ориентировка есть по социальным сетям, милиция, распространенная информация человека, похожего на маньяк. Слышали, наверное? Вот. Нет, его не поймали. Добровольные дружинники пытаются помочь полиции. Ходят по поселку, раздают фоторобот подозреваемого. Он уже висит в супермаркетах и аптеках. Лицо маньяка местные жители теперь хорошо знают. Народ реагирует положительно. Очень много людей включается в лицо, в лица тех команд, которые добровольно патрулируют город, потому что они понимают, что проблема может подстерегать его рядом, где-то в подъезде, возле машины и в других местах. Вас что, забирали, что ли? Да, 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 забирали. В смысле, то, что похож, проверили, отпустили. В его руках не молоток, а пакет с продуктами. Дмитрий Пастухов недавно из отделения полиции. Его приняли за маньяка. По словам мужчины, он и сам видит сходство с фотороботом. Даже одевается так же. Поймать маньяка с молотком пока не удалось. Поэтому сегодня дружинники вновь выйдут на улицы поселка ВСО. Роман Базан, Игорь Шишилин. Новости. Телеобъектив.